Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на очередном занятии трактата, который мы с вами изучаем, Эрмиса Трисмелисна, который называется Пимандрис. Сегодня речь у нас пойдет о мире, о невидимом мире, о мире идион, идей, прошу прощения, и о том, как выглядит наша планета с космоса, на самом деле, в видоизмененном состоянии. Я вам напоминаю, что весь текст и все, что происходит с нашим главным героем, это все происходит в видоизмененном состоянии. Это не наше сознательное, и поэтому воспринимать информацию на уровне сознания было бы неверно. Но все же, давайте приступим. Сегодня мы с вами, значит, почитаем четвертый абзац, который состоит из одного предложения, и пятый, по-моему, у него два, если я не ошибаюсь, но чуть-чуть побольше. Итак, традиционно, да, читают древнегреческий, но он греческий потом. Четвертый абзац. Здесь кончается, завершается четвертый абзац. Наверное, я его объясню, и потом мы перейдем уже к пятому. О чем здесь речь идет? Значит, у нас происходит диалог, продолжается, да. В прошлом, значит, наши ниши я попросила показать, узнать, да, о природе... Как мы их и назвали-то? Может, сейчас не помню. О природе бытия трех миров, да. Чем-то кажется, что кукушка такая синяя. Никому что. И для чего? Для того, чтобы понять их природу, увидеть отличие одного мира от другого, для того, чтобы уподобиться в дальнейшем непосредственно Богу. Продолжение. О чем идет речь? Значит, как я уже говорила ранее, мы находимся в видоизмененном состоянии. Наша ниша я видела выше, и выше ему показывает. Что же показывает? И это очень важно. То есть, говоря это, то есть тот момент, когда выше я сказала, сосредоточь все свое внимание, да, для того, чтобы я тебя научил, ну, то есть, проще говоря, задай вопрос, что именно, ты хочешь конкретно узнать, и я тебе на него отвечу. Продолжение. Речь идет о том, что Легундерс Авто, то есть, как только это было сказано, Авто, Легундерс Авто, Алексе, Утропус, Кискепсиму, моментально поменялся, Тропус, способ моего мышления. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что, когда мы находимся в сознании, сейчас вот, чтобы вас не обмануть, я перепроверю. Опять-таки, у Платона его писание в диалоге с Картилом, речь шла как раз-таки о том, что, когда мы мыслим умом, да, то есть, сознанием, когда мы находимся в сознании, да, наше привычное восприятие, то наш ум работает левосторонне. Как бы вам так это перевести-то правильно, чтобы было понятно? левонаправлено, то есть, против часовой стрелки. Когда, так скажем, когда мы находимся в сознании, наше мышление работает против часовой стрелки, то есть, левостороннее. Левостороннее, опять-таки, напоминаю вам, если вы смотрите на человека, то с правой стороны будет его сознательное, с левой стороны будет его бессознательное. И то, как вы смотрите на человека, да, то есть, на образ, как раз-таки он мыслит сознательно, левосторонне. А когда он мыслит своим бессознательным, он мыслит правосторонне. Так вот, задача человека, по сути, в принципе, когда мы начинаем развиваться, когда мы находим видоизменённое состояние, то есть, мышление у нас переключается с левосторонней, с против часовой стрелки, на правостороннее, да, по часовой стрелке, то есть, через разум, да, через рассудительность. Это то, к чему мы должны прийти. То есть, мы должны уйти от ума и прийти к рассудку, к рассудительности. В прошлый раз мы говорили про колесничего. Как это вот колесничий. То есть, мы должны уйти от ноиси, да, от ума и прийти к фрониси, к разуму, к рассудку. Поэтому здесь как раз-таки речь идёт, да, прям, может быть, вот это вот левостороннее и правостороннее вас ещё на что-то наведёт. Может быть, у кого-то какие-то инсайты будут, потом в комментариях сможете поделиться со мной. Так вот, здесь речь как раз-таки идёт о том, что когда мне, ну, в тексте, когда Выше Я сказала низшему Я, то есть, сосредоточь всё, что ты хочешь узнать в своём уме, в этот момент, в одночасье сразу моё мышление переключилось с левостороннего, против часовой стрелки, да, вот так, вправостороннее по часовой стрелке. То есть, по сути, сознание переключилось. Ну, так, чтобы было понятным языком, да, то есть мы ушли от сознательного, мы ушли от ума и пришли к бессознательному, да, то есть то состояние, которое помогает нам найти ответы на многие вопросы. Поэтому это уже изначально говорит о том, что всю информацию, которую мы видим, во-первых, это всё происходит у нас, внутри нас, это не где-то в небесах, да, потому что здесь будет очень много картинок. Сразу хочу сказать, это всё внутри нас, эти процессы происходят, переключение, да, от ума, от сознательного к бессознательному. То есть сразу переключился способ моего мышления. Потому что я стал общаться с миром идей, то есть я пришёл в мир идей. Что подразумевает мир идей? Мир идей подразумевает отсутствие материи, да, и бессознательно это, как бы так объяснить, то есть что есть идея? Это состояние, да, то есть мир идей, это вспоминайте архетипический мир, в контексте древа жизни, это там, где у нас находится как раз-таки наше высшее, я как-то и говорила на прошлом занятии, это архетипы. Что несут в себе архетипы идеи? Например, если я в этом мире хочу что-то создать, ну, например, построить какой-то дом, да, то как я этот дом, вот сама идея того, что я хочу иметь дом, да, это мир идей, в нём нет конкретики. Мир идей – это не какая-то конкретика, а это, условно говоря, знаете, это вот как ДНК, в которой заложена вся информация, но вот эта вот информация – это не конечный результат, то есть это ещё не построенный мир на материальном плане, да, это просто идея от дома, там нету конкретики, какой это дом, сколько это же, но он несёт суть, ну, то есть это, по сути, очень много ДНК разных, да, это мир идей, у него нету формы. Так, поэтому здесь речь идёт о том, что как только я сделал то, что меня просто сфокусировалось, да, вот эта вот фокусировка, она привела его понимание того, что я хочу переключиться сразу, в одночасье я переключился в сознательную, она в бессознательную, и тем самым в бессознательную попал мир, это случилось, потому что моё мыслительное направление, как я уже сказала, с разумного переключилось на бессознательное, то есть с левостороннее на правостороннее, то есть по часовой на по часовой, поменялось в одночасье, одновременно, ну, не одновременно, а в одночасье, то есть сразу, мгновенно. Автоповляпутора, то, что я вижу сейчас, и на меня фе ситон прагматон, это взгляд вещей, опыты подознанными оризмену, где ничего не имеет конкретики, то есть всё, что сейчас начал видеть, это идеи, в них нету конкретики, в них нету форм, там нету ограничений, там нету рамы. Если мы говорим, например, в контексте древа жизни, то это после бездны, это даже до бины, то есть до той эсферот, которая создаёт все эти формы, то есть это вне форм, вне ограничений. И как раз-таки это то, что описывалось изначально, как мы увидели при Мадресе, вездесущего, то есть не было форм, не было ограничений, не было рамок. Вот в этот мир попадает наше низшее Я. Ничего не являлось конкретным, то есть всё, тапанда ине ауриста, всё, стокожмотон идеон, всё бесформенно, всё без ограничений. Ну, это, знаете, вот как будто бы некий туман, да, вот этот вот туман, это вот вроде бы смотришь, конкретики нет, но ты чётко можешь понять, что вот это вот есть это, вот это вот есть вот это. Это как, вспоминайте, как в самом начале, в первом занятии я говорила про осознание, да, про эту скорость восприятия информации, когда ты чётко вычленишь, что ты одно не можешь, но при этом ты понимаешь, да, в поезде, когда ты находишься на большой скорости, ты не можешь вычленить границы, формы деревьев, которые ты понимаешь, что это деревья. Вот в такое состояние попала наша низшая я. Тапанда, генита, и дальше идёт описание. Описание – это ещё одно подтверждение того, куда мы должны попасть в момент медитации. Если вы не находитесь в этом, значит, вы не вошли в медитативное состояние. Итак, видоизменённое состояние. Переключили своё сознание сознательно на бессознательно. Что видим дальше? Тапанда, генита, а по фосфу, проколи, эвхаристы, эпликси. Всё вокруг превратилось в свет, который вызывал приятное удивление. Дальше нам будет описание этого света. То есть это не солнечный свет, это не белый свет, а это свет, который вызывает приятное удивление. А лакемья галини и одновременно некое успокоение, блаженство. Кяфтос пувле, пяфтоту фос. И тот, кто видит этот свет, и сэрхитэ семья, эротики катастоси, вступает, входит в состояние влюблённости, то есть эротаске, агапи, два слова, эротас – это влюблённость, а агапи – это любовь. Так вот здесь, эротики катастоси, в состояние влюблённости. То есть вот этот вот свет, который вызывает с одной стороны успокоение, с другой стороны удивление, то есть ты и удивляешься, и с другой стороны ты спокоен. Вот это вот блаженство, это очень напоминает состояние влюблённости, когда ты внимание не любви, а именно влюблённости, когда ты, мы говорим очень часто, что Бог напоминает любовь, вот эту безусловную любовь. Так вот здесь вот эта вот безусловная любовь, но в контексте именно влюблённости, я бы сказала, даже и не любви. То есть то, что ты видишь, это вызывает в тебе ещё раз скажу некую влюблённость, блаженство, успокоение, потому что Галиния – это когда на душе спокойно, и одновременно это не пассивное состояние, а это соединение пассивности, активности одновременно, потому что вызывает всё-таки приятное удивление, а в удивлении есть вот это вот, хочется сказать, я некий такой восторг, вот этот вот дух, да, захватывает. То есть по сути свет, который ты увидел, он захватывает дух, и не случайное выражение, да, захватывает дух, потому что пятый элемент это то, что мы говорили, из чего состоит наш материальный мир, это четыре элемента, а всё, что вне нашего материального мира, это состоит из пятого элемента, который выбирает в себе самого себя, и четыре элемента, огонь, воду, воздух и землю, землю, и пятый элемент это эфир, вот, эфир это соединение всех четырёх, плюс он сам, и вот эфир это как раз таки, это даже своего рода иногда говорят и воздух, то есть то, из чего с первым вдохом рождается человек, то есть здесь очень много ассоциаций может родиться, но в любом случае четвёртый абзац заканчивается тем пояснением, что происходит, когда вы переключаетесь из сознания в своё бессознательное, то есть первое, вы должны увидеть свет, именно свет, ни образа, ни фигуры, ничего, фигур не может быть, потому что любая фигура, любая картинка, любое воображение, это уже некие формы, а здесь мир идей, мир идей, нету форм. Идём дальше, на этом у нас заканчивается четвёртый абзац, и мы переходим к пятому, успею, должна, наверное, заканчиваем, пятый абзац, кае, мае, 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 кае, мае, мае, Афапус те тραγμέнин και καπνόν αποδιδούσαν, ως αποπειρός, και δίνα ηχόν αποτελούσαν, ανεκλάρητον γόδιν, ή τα βοής εξ αυτής, ασυνάρθρος εξεπέμπητο, ως «Ηκάσε φωνή πυρός». Переводим. Пятый абзац. «Επήρ χιόμου ενα μικρό σιμιον» существовало, значит, в том месте, но сначала первично он увидел свет, да, в нашей нише «Я», и в дальнейшем, я прошу прощения, но когда глаза, волос, это не мешает, sorry, если кого это раздражает, мне просто некомфортно. Итак. Существовало одно маленькое, значит, сначала был свет, да, который вызвал у нас вот эти все состояния, и дальше наша ниша «Я» видит то, что существовало какое-то вот в этом свете, да, маленькая точка, да, пространство, точка, скорее всего, семья, точка. «ПУИТОНШКОТИНО КИИХИ КЛИСИ ПРУСТАКАТУ». Значит, он увидел маленькую черную точечку во всем этом белом пространстве, КИИХИ КЛИСИ ПРУСТАКАТУ, которая была, знаете, не точка, а которую он увидел вот как будто бы, знаете, сверху, да, как, когда ты нагибаешься сверху вниз, вот что-то внизу рассматриваешь, да, вот когда внизу вот так рассматривался сверху вниз, он увидел эту маленькую точку. В РИСКОТИНО СЕНА МИКРОСИМИОТУ ХОРУ, она, значит, находилась вот эта вот точка в одном маленьком, очень маленьком по сравнению со всем светом, тут как у меня, только у меня здесь все синенькая, да, дебиленькая точка, это наоборот, очень маленькое место, так можно сказать, да, во всем этом пространстве, КИИНИ ФОВЕРО, КИИ СТЫГНО, и оно было пугающим и сухим, это если впрямую, прям, слово, да, переводить, ФОВЕРО, это ФОВУС, это страх, а СТЫГНО, это сухой. То есть, наши ниши я увидела во всем этом белом пространстве, безграничном, да, которое вызывало такие приятные ощущения, вдруг неожиданно, он как будто бы сверху вниз посмотрел и увидел там где-то, где-то, конкретно непонятно где, маленькую черную точку, которая вызывала дикий страх, да, была она ФОВЕРО, и СТЫГНО. Пояснение, да, опять-таки, помню, у нас философский смысл, да, что значит страшный и сухой. Вот слово ФОВЕРО, это как страх, оно несет в себе смысл того, что он вызывал вот этот вот страх, отвращение и злость. То есть, когда ты смотрел, наша ниша я смотрела на эту черную точку, вот эта вот черная точка вызывала, еще раз помню, форм нету, ощущение и состояние, да, вызывало состояние отвращения и вот агрессии. То есть, еще там ничего не видно, непонятно, что это, где это, как это, но оно уже вызывало некое отвращение. Держите это, в момент мы идем дальше, вот эта вот черная точка. И дальше переводится АКОЛУФУСИ КИРТИ ПУРИЯ ПУИТАСИМОРФИ СПИРОС. То есть, оно как будто бы было нагнуто, нагнуто, да, то есть мы смотрим сверху вниз, как я уже сказала, да, и она была, то есть имела форму спирали, да, двигалась по форме спирали. И это все, вот это вот все, опять-таки, это не картинка, это ощущения, которые переводились, да, как видения. На самом деле это были ощущения. Было похоже на змею. То есть, здесь очень важный момент. Сейчас я дотянусь сверху, то есть представьте, что вы видите белый свет, и вот как вы видите этот белый свет, вот где-то вот здесь, предположим, была вот эта черная точка. Все это вызывало блаженство, удивление и так далее, все, что писали. И вот сверху вниз, так как вы смотрите, сверху вниз, вот здесь вот была маленькая черная точка. И эта черная точка, когда она на нее смотрела, она вызывала как раз-таки вот эту вот агрессию, отвращение. Одновременно, как будто бы в движении напоминала некую такую вот спираль с одной стороны. И вот эта вот спираль, она еще напоминала змею. Если вы посмотрите, как движется змея, потому что здесь в переводе именно движение змеи, не просто змею, а движение змея, она по прямой не идет, она как будто бы боком идет, и вот она идет вот так вот все время, да? Видно? Видно, да? То есть она по прямой не идет, она как будто под наклоном. Так вот, вот это вот все описание, оно выглядело следующим образом, как будто бы шестеренка. То есть вот так. Оно было похоже, да? Вот эта вот точка, она с одной стороны вот так вот была, ну как шестеренка, да? То есть по кругу, как по кругу спирали, в то же время в движении. Вот именно вот этот взгляд, есть описание того, как... У физиков есть такое описание того, как выглядит на самом деле движение нашей планеты. не только по кругу, но еще и зигзагообразное. Вот это вот зигзагообразное, это как раз таки и есть то, что напоминало... Забыла микрофон надеть. Молодец, я прям такая. Надеюсь, то, что я говорила до этого, вам было слышно. Ой, боже мой, какая я прям умница такая, что вас бесит. Напоминало шестеренку. Читаем дальше. Хорошо. И в данном случае, то есть вот эта черная атмосфера, да, вот то, что мы видим, напоминало, могло создавать состояние изменения. И в данном случае там идет слово игра. Игро, мы говорили, это изр, это стихия воды. Так вот, в русских переводах то, что я читала, да, это вот прям, ну вообще ничего не понятно. А там упоминается, конечно же, вода, но непонятно о чем. Так суть, в чем заключается вода? В самой стихии. Вода, это стихия непостоянная. Это то, что изменчиво. Вспоминаем, да, лунные приливы, отливы, да, все состояние воды, наши эмоции. Это тоже относится к водной стихии. Это все непостоянно. Так вот, вот эта вот черная точка, да, атмосфера, которая исходила, да, она была непостоянная, она была изменчивая. То есть вот эти вот изменения настолько непостоянные были, да, то есть то, что происходило в этой точке, это настолько все было изменчиво, что очень сложно было бы описать эти изменения словами. То есть они настолько быстро происходили, и разные из одной формы в другую, что, ну вот, нестабильность, да, это вот как будто бы выражение, когда оползень, да, если я правильно говорю, когда вот эта вот вода, грязь с гор течет и сбывает себя с ног, ну, то есть нету постоянства, нету опоры, нету почвы, потому что постоянные изменения. И про это идет речь, да. То есть сложно было словами описать, то есть, во-первых, с какой скоростью, а во-вторых, что постоянно менялось. Ня зе пули мит и кинеси тукапну. Также напоминало движение, как при пожаре дыма, да, черный дым, да, черный дым. То есть очень напоминало на движение, знаете, некого такого дыма, такая дымка от огня, от пожара, то есть пожар, он же непредсказуем, он может в одном направлении пойти, потом в другом, да, то есть вот куда его раздует. И вот это вот черное, вот это поползновение, непредсказуемое, как при пожаре. Но это еще и сопровождалось, помним, мы говорим, что в таком состоянии мы видим третьим глазом, и при этом мы слышим. Так вот, вот это вот все ощущения, да, это не то, что видим. Я помню, мы говорим, в мире идеи нету форм, но вот эти вот состояния, которые проживает наше низшее я, оно как будто бы, ну, понимает через некие образы, и в данном случае образов здесь нет. Это метафоры того, что есть. То есть присутствовали звуки, которые напоминали как раз-таки... Которые сложно было звуки описать словами, но кроме этого, то есть невзирая на это, они напоминали фринус головы. Фринус это скорбь. Теперь представьте картинку, это все в состояниях, еще раз говорю. Теперь представьте, вы находитесь в блаженстве, в никакой такой гармонии, свет, вот это вот, не знаю, вот эти все состояния, здесь, правда, не описывается удовлетворение, но я предположу, что вот это вот блаженство, вот этот свет, это удивление, восхищение дух перекрывает, и вдруг неожиданно где-то внизу ты видишь черную точку, которая с одной стороны вызывает у тебя агрессию, неприязнь, отвращение, и это напоминает на какое-то черное поползновение дымки, которая постоянно меняется, и оно вызывает звук скорби, когда утрата человека, и вот все рыдают, и вот это вот, ну, этот звук, он как гул, некий гул скорби, да, голый. То есть вот из этого темного, черного и переменчивого состояния, то есть вот этот вот звук стал появляться, неописуемый, то есть, знаете, вот как будто бы пожар, пламя создает пожара, эту черноту, этот туман, и эта чернота издает, вот когда пожар, такой вот звук, он напоминает эту скорбь, и он очень такой, ну, неприятный. Это перевод пятого абзаца. И здесь мы подразумеваем, так, время вышло, но я еще укроту вас пару минуточек, чтобы закончить. Что, о чем здесь идет речь? Речь здесь идет о том, как наши низшие, я увидела наш материальный мир, а в данном случае нашу планету. То есть, к сожалению, из видоизмененного состояния, да, почему я говорю видоизмененного состояния? Потому что в сознании, если мы посмотрим на нашу планету из космоса, то, безусловно, она будет выглядеть, как голубой красивый шарик, да, со всеми прелестями. Но в видоизмененном состоянии нету приукрас, и это мир идей, и он как раз-таки показывает вещи такими, какими они есть на самом деле. И вот это вот описание было как раз-таки нашего мира, наш материальный мир, он именно вот так выглядит в видоизмененном состоянии. И это дает объяснение всем вопросам, почему, с одной стороны, безусловно, душа хочет воплощаться, потому что ей необходим опыт, и в дальнейших абзацах мы это увидим, для чего мы воплощаемся, а с другой стороны нежелание, да, почему во многих книгах упоминается, знаете, вот это вот выражение, мы как в тюрьме, либо что-то такое аналогичное. То есть вообще упоминание о том, что наш материальный мир, наша планета, она нестабильная, поскольку она еще и двойственная, и здесь она изображена. Опять мы видим две стихии, о которых я говорила в прошлых уроках. С одной стороны, вода как стихия непостоянно изменяющая, а с другой стороны, стихия огня. То есть по сути, материальный мир, наша Земля выглядит как нечто черное, маленькая точка, если где-то когда-то вы читали о том, что наша планета находится где-то на краю галактики, и, условно говоря, очень смелые души воплощаются в этот мир, потому что он наполнен агрессией. Вот если когда-то слышали такие выражения, такие слова, либо я вам сейчас говорю, у вас вызывает какую-то реакцию воспоминания, то есть вы, по идее, есть какая-то реакция, вы вспоминаете о том, что то, что я говорю, так оно и есть. То есть нежелание воплощаться на этой Земле, потому что с космоса она кажется идеальной, красивой, но в мире идей, в мире, я не хочу сказать реальности, но в другом состоянии оно выглядит именно так. Это скорбь, и это чернота, и это погружение, и это, опять-таки, ну я стерла, в контексте Древа Жизни, бездна, да, и есть у нас на бездне, самая низшая точка на Древо Жизни, это непроявленная сфера, да, кто изучал Древо Жизни, знает, да, переводится как знание. Так вот, это и есть самая низшая точка, да, и вот то, что описывается в бездне, вот эта вот чернота, вот этот гул непонятный, и вот эти вот состояния агрессии, вспоминайте, что люди на самом деле, мир, природа, она агрессивна, иногда возникает ощущение несправедливости, да, особенно, когда у людей проявляются животные инстинкты, да, когда человек может убить другого человека, да, когда присутствует вот эта вот несправедливость, насилие и так далее, то есть вот то, что увидела наше низшее я, это, по сути, наша жизнь на Земле. Я не буду оценивать это к счастью, либо к сожалению, здесь не встает вопрос оценок, здесь моя задача показать, перевести трактаты знания, как с этими знаниями, дальше вы будете разбираться, будете их исследовать, может быть, вот у меня просто такое ощущение, что у многих у вас после этих слов сразу появится какой-то инсайт, почему многие души не хотят воплощаться, и это правда, у многих возникает вот это вот ощущение, особенно после того, когда человек прожил, он был в коме и вернулся, либо клиническая смерть, что я хочу туда, вот в этот свет, туда-домой, многие говорят, я не хочу быть здесь, и вот эта вот тьма, потому что мы говорили, как это напоминание дыма от огня, а когда огонь, пожар, в данном случае не огонь, а скорее всего пожар, правильное слово было бы, он издает вот эту вот черноту, поэтому сверху эта точка была черной, но она была очень-очень маленькой, и где-то там, внизу, если смотреть в пространстве всего света. На этом я завершаю наш очередной третий урок, жду ваших комментариев, ваших идей, может быть, у кого-то были какие-то воспоминания между воплощениями, может быть, кто-то делал регрессию, вспоминал свои прошлые воплощения, и видел этот момент, когда ты еще не воплотился, уже умер, но еще не воплотился, межвременье, как оно выглядело, если есть вот эти вот воспоминания, как вы бы могли описать этот свет, ну, либо какие-то свои идеи, либо, может быть, кто-то где-то что-то читал аналогичное, но я напомню, что трактат, условно говоря, обозначивается третьим веком, вот, до того, как в 21-м мы познаем всю эту информацию, и где-то находим подтверждение всему этому. До следующих уроков. Пока-пока.